Итак, всем огромнейший привет! Привет, дорогие наши друзья, дорогие наши подписчики, любимые наши зрители! Очень рада видеть вас у нас в гостях на нашем канале. Я вот, видите, еще даже не заправила кровать, но уже покормила детей завтраком. Вот, сейчас буду быстренько это все делать. Надеюсь, что прошлое видео не вызвало никаких таких прям грандиозных у кого-то негативных эмоций, потому что комментарии были достаточно хорошие и добрые. Вот, и мне кажется, это вообще тема такая очень насущная. И она для каждого близка, поэтому, конечно, стоит об этом говорить и совершенно ничего не стесняться. Поэтому сегодня будет не менее интересное видео, оставайтесь с нами. И берите, конечно же, чашечку чая, кофе, что-то еще, чтобы просто отдохнуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаемся с вами в мое утро. Я уже заправила все. Сегодня буду озвучивать вот таким подсевшим голосом. Как уже говорила ранее, у меня садится голос. Ну, вот, понервничаю, что-то там попереживаю, и у меня голос садится. Уже разбиралась об этом, ну, с этой проблемой с фониатором. Ну, такая особенность. На голосовые связки у меня вот так вот переходят все мои нервы, можно сказать. Вот, первое видео, которое я выпускала, я там очень переживала и нервничала. И у меня был постоянно такой голос. И мне говорили, Аня, вы что, курите? У вас такой прокуренный голос. У вас голос, как у Ксении Бородины. Короче, с кем меня только не сравнивали. Нет, курить я не курю. Никогда не курила. Пить тоже не пью. В общем, веду здоровый образ жизни. Но вот голос у меня садится от нервов. Такое бывает. Сегодня у нас с вами будет очень интересное видео. Покажу вам рецепт, который давно хотела показать. Очень простой, совершенно вообще постный и очень вкусный. Такого, знаете, такой закусочки. Также мы с вами съездим на рынок садовод. Сходим немножко, покажу вам поход в поликлинику. И сходим с вами вместе со мной на УЗИ. В общем, тут как раз я начинаю готовить ту самую закуску. Это такой рулет с консервами. Консерва у нас будет горбуша. Рыбный такой рулетик. Я беру две баночки, чтобы, знаете, побольше было начинки. Потому что у меня в семье все его любят. Но, к сожалению, Тихон сходил в магазин, принес только один лаваш. Ну, сделаем один. Вообще, у нас консервы всегда в доме есть. Знаете, на всякий случай. Даже у меня есть тушенка. Я, на самом деле, сама очень люблю макароны с тушенкой. Знаете, макароны по-флотски. Просто я очень люблю тушенку. Вот именно вкус ее. Хотя многие говорят, что тушенка. Вы что ее есть? Не знаю я. Спокойно к этому отношусь. Могу и в картошку тушенку добавить. Ничего с этим не будет. В общем, возвращаемся к нашему рецепту. Достаю рыбку из баночки. Отделяю от нее все косточки и кожицу. Потому что дети, они вообще не любят, когда кожа попадается где-то. Добавляем сюда майонезик, зелень. Кто не любит зелень, можно не добавлять. Также можно добавить яйцо. Ну, это вот если не постно делать. Если постно, то там постный майонез. Рыбка, зелень, можно чесночок. Я добавляю еще сыр. Мне вот очень нравится в сочетании с сыром. Просто получается великолепно. Вот это все вместе перемешиваем. Прям, видите, побольше сыра натираем. От души, можно сказать. На мелкой терке. Все перемешиваем аккуратненько, чтобы каша не получилась у нас. Рыбку я, знаете, руками измельчила, чтобы она не была большими кусками. А все как бы было однородной массой. И дальше мы будем с вами выкладывать это прямо на лаваш. И заворачивать это все в рулет. Вот, пока мы это все делаем. Хотела вам немножко рассказать вообще о нашей девятой беременности. Сейчас у нас идет уже почти 17 недель. Представляете, время летит вообще. Сломя голову, можно сказать. А глянуться не успеем. Уже малыш родится. Вот мы ходили на УЗИ. И, к сожалению, пока нам не сказали, кто у нас там. Точнее, нам сказать не должны. Я просила на бумажку написать. Но, в общем, пока написать нам ничего не могут. Он говорит, я, конечно, могу написать 50 на 50. Вот, написать. Но, наверное, говорит, лучше подождать, пока будет точно видно. У меня врач очень хороший. Я ему доверяю. Просто на все 150 процентов хожу к нему уже. Вот первый раз я к нему пришла со своей первой замершей беременностью. Это было после Тихона. То есть, представляете, уже 12 лет я к нему хожу. И полностью ему доверяю. Даже если я наблюдаюсь где-то в консультации на учете. Об этом отдельно расскажу. Я все равно к нему хожу перепроверять. Потому что консультации очень любят пугать. Здесь немножко отвлекусь обратно на наш рулетик. Посмотрите, какая получилась красота. Очень вкусно. Вроде совсем простое блюдо. На его готовку уходит минут 10. При этом очень, так знаете, необычно. То есть, это не какой-то бутерброд, а именно такой рулетик вкусненький. И деткам нравится у меня. И муж любит. В общем, как-то мы полюбили это блюдо. Тут позвала как раз всех наполник. Ну, а вам дальше расскажу про своего врача. Что он меня наблюдает. И всегда, когда у меня какой-то спорный вопрос, например, в консультации мне говорят, допустим, с Нюрой говорили. У вас маловесный ребенок там в 35 недель. Вам надо срочно прокапаться, чтобы ребенок поднабрал. Он у вас маловесный, туда-сюда. Пришла я к своему врачу Антону Станиславовичу. Он говорит, Аня, нормальный ребенок абсолютно. Просто немножко длинноногая. И вы знаете, родилась она у меня 4 килограмма. Слава богу, что я нигде ничем не прокапалась. Вот. Тут у меня дети сели за творчество. Маруси недавно пришел вот такой коврик, очень классный. Хотя он пришел Маруси, но играют с ним все. Мы строим и кубики из него, и все остальное. Вот. Вот поэтому очень увлекательное занятие. Смотрите, какая тут у нас уютность маленькая лежит. Папу принес переодевать, а она уснула. Взяла себе в руки своего котеночка, тигреночка, и уснула. У нас тут книжечка интересная есть. Читали мы ее с Алешей. Лисичкин хлеб называется. Очень интересная книжка. Там много рассказов всяких. Вот. Кто спрашивал про подставку, я уже вам скидывала несколько раз. Эти ссылки. На Валберсе я ее покупала. Сейчас ее нет в наличии уже. Так что вот такая вот у нас наша досечка. Такая хорошая, какая невозможная. А теперь мы с вами отправляемся как раз-таки на садовод. Давно что-то там не были. На самом деле там очень много всего интересного. Сегодня сделаю вам обзор по ценам, потому что просили. Хотите посмотреть. Вот приехали по маминам делам, как обычно. Уже на любимый просто, наверное, садовод. Знаете, парковки все заняты. Вот Люша моя в моем свитшотике. Люша, тебе идет, кстати. Красотка. Вот солнышко. Ну что, муж? Мы потеряемся без тебя. Так, просили цены поснимать для вас. Смотрите, вот штанишки всякие, леггинсы. Вот такие цены. Хорошие вообще. И выбор огромнейший просто. Так что вот, друзья, курточки. Смотрите, какие курточки красивые все здесь. Самый лучший ряд вообще. Вот и пальто, и короткие куртки. Весь в Албери, смотрите, здесь. Вот такие куртки здесь. Так, вот, смотрите, еще один павильончик. Красивых кофт. Цены, чтобы вы имели представление, почем на садоводе можно купить. Смотрите, это райкепок. Сейчас модно. Меховые кепки, кстати. Смотрите, их тут тоже много. Янтвенё. Так выглядит садовод. Девчонки пошли смотреть кроссовки. Смотрите. Какие хорошие. Поль, ну-ка, покажи кроссовки. Вот эти вот. Вот, смотрите, какие. А это зачем тебе не смотришь? Смотрите, они качественные. Смотрите. Меховые. А можно стилечку поднять? Посмотрим, как там, прошиты или нет. Ну-ка, ну-ка. Вот, смотрите, качественные. Как папа говорит, тяжелый люкс. Тут прошиты. Тяжелый люкс пошел. Все, вход. Вот. Смотрите. Разный вариант вот эти, смотрите, какие. Сейчас модно вот такие как раз. Населить на большой подошве и коротенькие. А почем вот эти оги? Пожалуйста, девушка, они 6 тысячи. 6. Эти? Натуралка. Это 7. 7. Почему они такие дорогие, блин? Нет, честно, девушка натуральная такая. Что натуральная? А что там натуральная? Натуралка замш идет, натуралка мех идет, натуралка материал. Вот, смотрите, это натуральный мех. И подошва хорошая, говорят. Похоже, кстати, даже. И меня 1, 2, 1. Вот, смотрите, видите, шовчики ровные. Качественно сделаны. Натуральный мех. Вот, смотрите, какая красота. Вот такие, значит, одно время было модно вот такие носить. Вот эти повыше, смотрите. Мех натуральный тоже, замша. Все качественное. Смотрите, какое. Смотрите. Все легкие, кстати. Легкие, очень хорошо. Вот. Покажите нам, как надо смотреть. Пожалуйста. Ого, смотрите, просто не отличить. Очень хорошее качество, кстати. Шовчики ровненькие. Оригинал 32 тысячи. Вот так вот. А здесь почем? Здесь 7 тысячи, пожалуйста. 7 тысяч, смотрите, вот с такой галошей. Красивой, модной галошей. Цены здесь действительно очень разнятся. Вот в одной палатке мы с вами услышали цены, да. 6 500, там 7 тысяч рублей. А в другой палатке точно такой же товар, абсолютно такого же качества, будет стоить 4 500, 5, там 4 и так далее. Здесь есть абсолютно все. Начиная там от туалетных принадлежностей, порошка, арели, персила, там ферри и всего остального, такого бытовой химии. Здесь ее очень много, тоже прям целые ряды. Это все есть и на Валбересе, конечно, потому что большинство поставщиков закупается здесь на садоводе. Те, кто не занимается производством и не закупается сам, в Китае, там Киргизии где-то, они закупаются здесь на садоводе. Вот, смотрите, костюмчики есть, курточки, жилеточки. Папа себе штаны приглядел уже. Сейчас пойдем, да, Поль, папе выбирать? Поль, все говорят, что какая-то грустная. Что скажешь, что грустная? Не знаю. Знаете, у Поли мало подписываетесь. Знаете, какая классная кофта у Полинки. А мы из Грузии привезли, кстати. Да, Поль? Целую Полю привезли. Вот, смотрите, шапки есть. Миллион шапок. Сейчас пока дойдем до наших этих палаток, которые нам нужны. Кучу курты купим, пальто. Смотрите, Илюше понравилась шуба. Вот такая елочка называется. Смотри, Илюша, она как елочка. Вот такой. Нарядим тебя, будешь на Рождество стоять. Вот, смотрите, кстати, распродажа. От пяти до семи тысяч. Пальто, курточки. Вот такая голубенькая есть. Красивая. Так что, смотрите, какие цены хорошие. Отдельно хотела показать вам именно эту палатку. Здесь продавались необычные для меня кофты. Сверху они такие хлопочек, простые вроде. А внутри у них с изнанки такая подкладка плюшевая. Очень приятная. Прям вообще стоимость кофточек здесь 2500-2000. Одной кофточки со штанами вместе костюм 4000 стоит. Ну, конечно, это дорого. Только на Валберисе он стоит еще дороже. Курточки здесь от 2500 до 4, 5, 6, 7, не знаю. В общем, мы даже посмотрели с детьми. На Валберисе это стоит в два раза дороже. Вот, смотрите, значит, по ценам у нас идет вот эти 4500. Вот эти 4500. Кажется, пять, те по четыре. Ну, так спрашивают, где София. Где София покупали? Девушка. Вот. Многих сейчас вижу вот в таких вот. Хотя не вижу, у них смысла. Это как тапочки. Да, я спрашиваю. А сколько вот эти стоят? 4500. Вот, 4500. Просто отличное качество. Это мех натуральный? 100%. 100%. Видите, хорошие такие. Веночки. Сейчас пойдем зайдем. У вас там еще красивше, что ли? Ой, как красиво. И почем вот эти машинки у вас? 2500. 2500. Ой, блин, как тут красиво. Вы посмотрите. А вот это сколько стоит? Даже он тяжелый. Вот. Аккуратно. Вот ты мне такой подаришь? Фонарь, хорошо? А вот тут паровоз едет. Ой, блин, это же какая-то Томаскин кайт. Ну, вот там в конце там много, целый ряд такой вот. Смотрите. Вот, смотрите, друзья, наша любимая это валенки. Самая лучшая обувь детская, взрослая. Вот тапочки, которые я ношу уже какой год. Самая теплая, наверное, что только может быть. А мы, друзья, дорогие мои, уже приехали домой. Вот тут у нас такая Маша. Маша, скажи привет. Привет всем. Привет. Вот, и Федя говорит привет. Вот такая Маша молодец. Смотрите, как она вас любит. Она вам приветствует. Да, скажи привет. Ну, молодец. Федя пришел. Привет по Маше тоже. Умнички мои. Скажи, Маш, Поля. Поля. Хорошо говорит, кстати, уже Поля. Ну, что-то стесняйся. Вот. В общем, хорошо съездили. Сделали все, что нам нужно было. Имейте в виду, что на садоводе качество такое же, как и на Валбересе. Но цены в два раза дешевле. Конечно, там не оригинальные уги и все остальное. Но, тем не менее, цены там приемлемые. Пришли сегодня в детскую поликлинику. Здесь сделали, знаете, ремонт. Все такое прям аккуратное, да, красивое. Все так чисто, очень приятно. У нас 213-й, если что. У нас 213-й, если что. У нас 213-й, если кто-то подошел. А, ну, отлично, подождем. Может, я, может, выше я уже. Маша стоит. Маша первый раз в жизни пришла в детскую поликлинику. И даже не понимает, что здесь надо делать, что здесь происходит. В общем, после детской поликлиники как раз поехала я на УЗИ посмотреть на своего малыша, как он там растет. Такой человечище уже большой. Как и сказала, нам пока не сказали, кто там, мальчик или девочка. Но мы все еще ждем, надеемся и верим. Все хорошо будет. Я, конечно, как говорила раньше, хочу девочку. Хотя сейчас я уже смирилась. Будет мальчик, хорошо. Будет девочка, тоже хорошо. В общем, всех ждем и любим, примем. Здесь мы возвращаемся с вами домой. Поделав дела, вернулись домой. Заправляю, как обычно, стирку. Но это уже, знаете, наверное, ежедневная рутина. И у каждой хозяйки она есть. В этот раз решила прям в ванной погладить белье. Думаю, что я все время ношусь с этими корзинами туда-сюда. Поставила прям в ванной эту доску. И, вы знаете, очень даже у меня хорошо получилось с этим справиться. Кто-то меня спрашивал в комментариях, рассказывала ли я о своих беременностях раньше. В каких-то отдельных влогах. Да, рассказывала. У меня прям есть целое видео, где я прям про каждую беременность рассказываю. Если интересно, вы просто полистайте ленту. Там где-то в начале есть точно это видео. Потому что беременности было много, и не все они были, к сожалению, благополучны. Но это наш опыт, это наше испытание. И Господь дает по силам, чтобы мы, знаете как, были крепче. Но это я так для себя решила. С этим и живу. Всегда глажу мужу футболки, потому что, во-первых, они занимают меньше места. Во-вторых, ему очень приятно, когда он приходит одевать чистую глаженую футболочку, такой весь аккуратненький. Но это его радует, и мне приятно. Мне, в принципе, это несложно, и мне это очень приятно. Кто-то мне писал про постельное белье. Зачем я его глажу? Глажу я его, на самом деле, по настроению. Единственное, что глажу обязательно, это наволочки. А вот все остальное как-то складываю просто хорошо. И оно, на самом деле, не сильно мятое. Но если мне очень хочется, то тогда я, конечно, поглажу пододеяльники. Про простыни уже рассказывала, как я их складываю. Сама научилась, у какого-то блогера увидела. И мне прям понравилось. Знаете, так очень получается классно, как обычное простынь. Потому что с этими резинками, на самом деле, я раньше никак разобраться не могла, как их складывать, чтобы они не топорчились. Ну вот, научилась, слава богу, теперь все нормально. Вот. Детское постельное белье тоже глажу редко, под настроение. Вот если хочется мне погладить, то я тогда беру кучу белья и иду гладить. Но наволочки складываю отдельно, потому что буду их потом гладить. Как и сказала, наволочки глажу обязательно, потому что приятно спать, когда на глаженной подушке спишь. Вот. Ну, вот такие вот хлопоты, рутины. Сейчас вам покажу немножко мимишности. Иду ищу Машу свою. Где же она может быть? Она здесь, смотрите, у нас. Модель просто. Одела Нюрину юбку и стоит, зубы чистит. Маш. Маш, простите. Да, Маш, простите, скажи. Скажи, простите. Она у нас говорит, простите. Представляете, пасту уронила. Мочалка валяется, Маш. Как ты допустила такой вот, а, Маш? Вкусная щетка ты хоть скажи. Задумалась. Спать хочешь, наверное. Ты уже бай-бай пойдешь спать, Маш? Маша. А, понятно, тогда все с тобой. Почистила. Скажи, простите. Молодец какая. Пойдем, Маш, в комнату. Спать будем ложиться. Дорогие мои, видео подошло мое к концу. Голос у меня пока такой же севший. В общем, хотела еще ответить на пару комментариев к предыдущему видео. Многие написали, что спасибо, Аня, за такие слова. Нас это сподвигло, смотивировало. Я очень рада. Если это кому-то пригодилось и понадобилось, для кого-то это было полезным. Потому что, ну, вообще самое главное – это отклик. Вот. И, конечно, были те, кто недовольный был, кто написал, что «Ой, да нет, так это все в сказке бывает». «Да, ничего, вы врете», да так далее. В общем, много было грубостей, неприятностей. И, как я уже говорила ранее, всех мы их блокируем. Вот. Но я вас не буду сейчас опять грузить. Просто спасибо вам за теплые слова, которые вы написали. Очень рада, что действительно кому-то понадобилось, пригодилось и дало какой-то толчок. Вот. Это видео нужно было выложить, потому что много было вопросов относительно денег, относительно заработка и так далее. Я вообще не люблю, когда люди лезут в чужой кошелек, спрашивают, сколько денег, сколько чего, потом считают, еще что-то. И я решилась на это видео, чтобы немножко как бы расставить по полочкам всякие догадки, я не знаю, там, фантазии людей. И мне это удалось. Поэтому я очень рада. Спасибо за отклик. И вообще спасибо вам, что вы есть. Ну, а я буду с вами прощаться, дорогие мои друзья. Очень была рада вас повидать снова. И надеюсь, конечно же, на новую скорую встречу.